Приветствую, друзья! Сегодня второе видео про новейший программный сервисный комплекс PIRON, который мы разрабатываем для организации и систематизации процесса управления проектами. В предыдущем видео, ссылочку на которое вы видите вверху, обязательно смотрите, мы рассказывали про общий интерфейс модуля PIR управления проектом, а сегодня мы разберем локальный модуль по разделу проекта. Итак, поехали! На изображении показан раздел в виде геометрической фигуры круг, разделенного на полукруги, две части. Верхний полукруг означает сам раздел, а нижний полукруг означает исходные данные, требуемые для разработки раздела, их наличие и процент наличия. Половинки не могут существовать друг без друга. Это интуитивно и близко к человеческому пониманию. Если в верхний полукруг показаны стрелочки, то это означает, что к разделу есть какие-либо требования. Вопрос, задача, требования к пояснению, замечания, требования к выдаче задания и так далее. При нажатии иконки «Показать связи» можно будет увидеть, от кого пришли задачи, вопросы или к кому нужно выдать задание. При нажатии на сам верхний полукруг мы увидим автора раздела, его фото, контакты, почту, контейнер с рабочими файлами в разных форматах, dvg, pln, pdf и так далее, docs. А в контейнере раздела также будет всегда актуальный файл. Последняя редакция, автоматически созданный иул, электронные таблицы с внесенными изменениями. Файл в контейнере автоматически синхронизируется с выбранной папкой на ПК исполнителя по разделу. Все файлы в иллюстрации древоподобного отображения картины PIR хранятся в заранее определенной пользователям иерархии папок, как все привыкли делать у себя на компьютере. Можно в любой момент переключиться в проводник и оттуда провести манипуляции с нужным файлом. В нижней части полукруги находятся исходные данные. Концепция древоподобной иллюстрации процесса PIR также продолжается и здесь. Раздел не может начать разрабатываться без исходных данных, которыми он питается. Отображение раздела как иллюстрация наполняемости проектировщика исходными данными и заданиями от смежных разделов. Также можно увидеть процесс PIR по самому разделу и взаимодействие с коллегами или ГИПом. Но исполнитель по разделу может и самостоятельно назначить исходные данные. ГИП или руководитель группы согласовывает и назначить исполнителя по этим исходным данным. Например, для разработки раздела по электроснабжению требуется задание от раздела ИОС-7.1 ТХ. Тогда разработчик раздела электроснабжения нажимает на плюсик снизу иллюстрации, добавит исходные данные и из выпадающего списка выбирает задание от раздела, указывает раздел и дату предоставления задания. Можно и не указывать дату предоставления задания, в этом случае алгоритм самостоятельно за одну неделю. Срок можно также выбрать предварительно до старта разработки раздела ЭМ, установить дату предоставления задания от раздела ТХ. Основные исходные данные можно назначить заранее. Они подтянутся автоматически из корневой питающей системы исходно-разрешительной документации. АЭГ, ПЗУ, ТУ, шифр проекта, титул, листа и так далее. Они будут всегда актуальны, то есть в смысле, что участники проекта всегда будут знать, что все, что находится в дереве ЭПИР, носит характер актуально. Не нужно будет что-то уточнять, проверять актуальность. Когда у нас все исходные данные получены, проект разработан, у нас все полукруги заливаются на 100%, круг меняет свой цвет, что у нас все сделано. У него нет незавершенных задач или стрелочек, получается такой вот созревший плод дерева. А нижняя часть с маленькими шариками должна исчезнуть, появляется только при наведении. Рядом с разделом есть штампики «Согласован, утвержден, норма контроль». По этим сокращениям проектное сообщество легко понимает, что раздел утвержден, согласован и прошел проверку нормы контроля. Если кому-то требуется, можно отключить. А при наведении двойном клике на штампик «Согласован» мы попадем в контейнер с согласованным файлом и увидим, когда и кем был согласован этот файл или раздел. Кстати, на основе согласованных документов можно будет отфильтровать согласованные файлы и составить график или отчет согласования. На этом сегодня все, друзья. В следующем видео мы рассмотрим еще интересные возможности программного комплекса. Всем качественных проектов и удачи!